Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель Ярославской духовной семинарии и Ярославского педагогического университета. Мы продолжаем чтение и комментирование свитка эсфири. Перед нами четвертая глава. «Когда Мардахей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих». Вретище и пепел – традиционная форма ближневосточного траура. Библия часто в этих образах описывает скорбь своих героев. Во вретище оплакивает Иаков и Иосифа. Разодрав одежды, скорбит о погибших детях Иов. И так же в разорванных одеждах и посыпая головы пеплом, соболезнуют ему друзья. Но эти символы могут обозначать не только скорбь, но и покаяние. Услышав грозные слова пророка Ильи, царь Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально, говорит Третья книга царств. «Также поступили и раскаивающие в своих и отеческих падениях иудеи в книге Неемии». Поэтому символы, к которым прибегает Мордахей, указывают на обе реальности. Скорбь от услышанного и покаяние в желании отвести от себя и своего народа беду. Аналогичным образом поступают и остальные иудеи. «И пришли служанки из Фири и Евнухи ее и рассказали ей, и сильно встревожилась царица. И послала одежды, чтобы Мордахей надел их, и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Ефирь Гафаха, одного из Евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мордахею узнать, что это и от чего это». В тексте нигде прямо не говорится о нежелании Фири помочь своему народу, но несколько замечаний позволяют предположить, что ее первой реакцией был страх и желание дистанцироваться от происходящего. В предыдущей главе мы читаем, что вся столица была в смятении от услышанного. Крайне маловероятно, что эта новость могла бы обойти стороной царский дворец. «Даже если царица пребывала в нем как в затворе, то слуги, безусловно, должны были быть активно вовлечены в городскую жизнь, и через них, как собственно свидетельствуют и данные стихи, Эсфирь вполне могла узнавать о всех интересующих ее вещах». Здесь же, видя столь явную реакцию Мордахея, Эсфирь тотчас же пытается ее сгладить, опасаясь как за него, так и за себя, так как о своем происхождении она, по совету Мордахея, никогда не распространялась. Отсюда желание переодеть родственника, выведя тем самым и себя из подозрения. Иудейские толкователи видят здесь желание царицы призвать Мордахея во дворец, но весь текст указывает, что их общение после замужества Гадасы всегда происходило опосредованно, то есть эта версия крайне маловероятна. На изначально невмешательскую позицию Эсфири укажет сам Мордахей в последних стихах главы. «И пошел Гафах к Мордахею на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и рассказал ему Мордахей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в сузах, об истреблении их, чтобы показать Эсфире и дать ей знать обо всем, притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании, и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Эсфире слова Мордахея». Мордахей ставит Эсфирь перед ужасной правдой самым однозначным образом. В подтверждение своих слов он передает список с указа, не давая ей тем самым никакой возможности к сомнению или произвольной интерпретации услышанного. «И сказала Эсфирь Гафаху, и послала его сказать Мордахею, «Все служащие при царе, и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив, а я не звана к царю вот уже тридцать дней». И при столь однозначно поданных фактах, воспитанница Мордахея совершенно не готова к каким-либо решительным действиям. Здесь она демонстрирует всем нам знакомый общечеловеческий подход – готовность оказать помощь, если это не опасно и не слишком трудозатратно. Так мы регулярно подаем просящему храма мелочь, но не утруждаем себя бросить им хотя бы пару уточняющих фраз, чтобы как минимум понять для себя – подаю я милостыню или, например, поддерживаю беззаконную эксплуатацию человека человеком. Или же, как максимум, попытаться войти в обстоятельства человека и помочь ему с поиском ночлежки и оформлением документов, например. Так и Эсфирь. Если бы она была сейчас вхожа к царю, то, конечно бы, потрудилась над разрешением этой ужасной ситуации. Но, увы, сейчас такой возможности у нее нет. Что делать? Жизнь бывает жестока. И пересказали Мордахею слова Эсфири. И сказал Мордахей в ответ Эсфири. «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского». В этом отрывке главный психологический и богословский кризис всего повествования. Его можно сравнить с обращением Моисея у неопалимой купины или падением Савла от явления ему нестерпимого света на Дамасской дороге. Но здесь голосом Бога становится не ангел в купине, не трубный звук Синайской горы и не слово с властью из уст воскресшего Сына Человеческого. Здесь Бог говорит устами растерянного, напуганного, престарелого родственника, бросающего туда, в заоблачную мы вы из царских палат, к столь стремительно вознесшейся и с этим отдалившейся воспитаннице, слова, суда и обличения, вызова принять правду и поступить по правде. Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. В чем же богословский пик всего текста? Вот как звучит его главное послание читателю. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет из другого места». Казалось бы, проходная фраза. Но не побоюсь пафосных выражений, вся предельная современность и своевременность и значимость книги в понимании именно данного фрагмента. Другое место есть не что иное, как эвфемизм, скрывающий всемогущего Бога, как бы сознательно выведенного за границы этой очень маленькой и предельно человеческой истории. Это прекрасно считывается. Ведь не Мордохею и Эсфире посвящен веселый пурим, не они, хозяин жеребиев, а тот, кто рукою крепкую и мышцу высокую, в свое время вывел беглеца Израиля от всесильного фараона, из дома рабства. Это Бог Яхве, сущий. Ведь Он также и в Исходе отвечает на совершенно деперсонализированный вопль Израиля. Он там даже не назван молитвой. Израиль просто кричит и стинает. Но Бог, отец-сирот и защитник-вдов, отвечает на всякий вопль отчаяния и боли, даже если Он не обращен к Нему напрямую. И Он точно добьется своих целей. Та же история десяти казней египетских очень красноречиво об этом свидетельствует. Но каждый раз Он действует через человека, желая, чтобы люди были соучастниками улучшения мира, стали иконой, образом Бога, присутствием Бога в творении. Поэтому и Моисей, друг Божий, и Павел, его избранный сосуд. Потому что они ответили на призыв Бога, приняли деятельное участие в его замысле, помогли даровать миру его божественную свободу. Но отношения на то и отношения, что в них можно поступить, предельно свободно. Если Бог всегда верен, то человек не всегда. Пример обратного – древний пророк Валаам, сын Пеоров. Выбор, перед которым ставит Мордахея и Сфирь, это выбор, перед которым нас часто ставит в рамках нашей жизни Бог. Точно так же, не через ангела с неба, а через ближнего. И так же, если мы ничего не предпримем, то ситуация разрешится, но без нас. Изберегая свою душу, мы, как оказалось, погубили ее, не став согражданами святым и своими Богу, не принеся никакой прибыли от врученного нам таланта, который, как знать, может быть и был дан Богом именно для этого свершения. Кто знает, не для такого ли времени ты достигла царского достоинства. И сказал Эсфирь в ответ Мордахею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду так же поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мордахей и сделал, как приказала ему Эсфирь. И ответ, колебавшийся, сомневавшийся и отстраняющийся от проблем своего народа Гадасы Эсфири, это ответ «Да».